Добрый вечер, уважаемые коллеги! Сейчас приступаем к секунду. Добрый вечер, уважаемые коллеги! Чаще проводить, потому что нет за горами уже вступительных испытаний, поступления в университет. Наверное, вы уже знаете, что мы четвертый год как реализуем, как создаем программу, подготовительную программу для своих абитуриентов. И сейчас коротко хотел сказать об этой программе, о ее сути, потому что сегодня, я знаю, вот Анастасия Зелинская первый раз в нашем сегодня. Кто-то уже у нас, уже Виктор Юрьевич, уже многоградный участник наших встреч, уже может сам рассказывать о сути нашей программы и тому подобное. Мы крайне заинтересованы в том, чтобы абитуриенты, которые к нам поступают, они поступали уже зная понимание, в чем суть дистанционного обучения, насколько это возможно. Чтобы они заранее готовились к нашей программе обучения, как говорится, спасения рук самих утопающих. И если мы хотим, чтобы у нас были сильные студенты, надо заранее их выискивать по всей России, заранее с ними работать и сотрудничать, и готовиться к совместному сотрудничеству. У нас есть две большие программы, это бюджетная программа и коммерческая программа. Бюджетная программа, это программа для лицов с инвалидностью. Каждый год сейчас прием по 20 студентов, недавно было и 25, но с финансированием. Данная статья запись идет, я включил запись, она будет, а Марина Владимировна Гурева, она еще нам опишет и на нашем сайте разместится. На сайте нашего факультета, FDOMGP.ru, мы пытаемся отражать те события, которые проходят, давать анонс новых событий. Марина Владимировна, которая готовит данных мероприятий, кроме того, она выпускница нашего факультета. И можно будет Марину спросить, а как она училась, какие у нее были радости или трудности и тому подобное. Ну а на сайте будем как раз размещать такой небольшой отчет о нашей встрече. А видеозапись сейчас идет, мы будем размещать на нашей странице в YouTube, где размещаем разные материалы, учебные материалы и тому подобное. Поэтому все это будет, не переживайте. Итак, наша подготовительная программа, это первая подбюджетная программа для лицов СЗМ и прием каждый год 20 мест. И коммерческая программа, она имеет две подпрограммы, это первая высшая и вторая высшая. Вот, первая высшая не столь многочисленная, вторая высшая, оно значительно больше, значительно больше. Также мы крайне заинтересованы в том, чтобы наши студенты, то есть наши будущие студенты-абитуренты заранее знали о особенностях нашей программы обучения, потому что дистанционно, если честно сказать, она будет сложна по сравнению с даже очной формой обучения, потому что данная программа позируется на самостоятельной работе студентов, а самостоятельная работа так всегда сложнее, чем при очной форме, когда все указывают, все требуют, ну и тому подобное. А здесь мы сами должны научиться планировать. В связи с этим мы свою программу, подготовительную программу разделили на две части. Первая часть, это связано с подготовкой к вступительным испытаниям. Подготовка к вступительным испытаниям. Я потом нарисую временной график, когда, что, какие документы, они есть в раздаточном, то есть материале, который росла в виде таблицы, да, но на какие-то важные моменты еще раз обращу ваше внимание. Вот, для лиц УВЗ, которые хотят поступать на обучительную программу. Можно поступать с результатами ЕГЭ, если они есть. Задачек. У меня показывают, что звук есть. Если посадок знак плюса, знак плюса, если вдруг, если знак минус, если звук пропадет. Буду надеяться, что не будет пропадать. Вот, то есть на обучительную программу можно поступать по результатам ЕГЭ и по примерной схеме в университете. В частности, по математике есть 20 задачек, да. По биологии там есть две части. Есть одна часть открытые вопросы, которые нужно, которые нужно ответить. Пять, кажется, вопросов и где-то 15 тестовых заданий. Вот, по русскому языку сейчас тоже сводится в виде тестовых заданий. Каждый год что-то меняется, но будем надеяться, что в этом году останется в виде тестовых заданий. Иногда мы не рекомендуем сдавать ЕГЭ, а поступать по традиционной схеме. И это не случайно. Здесь есть одна особенность, что при поступлении по ЕГЭ в УЗ устанавливает минимальный балл. Этот минимальный балл по каждому предмету применяется для всех студентов, которые поступают на смоле ЕГЭ, в том числе для лиц УВЗ. И если у вас бывает, может быть, биология, русский язык, а у нас три вступительных экзамена. Биология, сперва начинается все, кажется, с русского языка, дальше биология и математика. Математика, дальше, кажется, биология. То по русскому биологии бывают показатели по ЕГЭ неплохие, но по математике очень часто не проходит минимальный балл. И, к сожалению, наши студенты, потенциальные студенты, абитуриенты не могут поступить, потому что их минимальный балл по этим не проходной. ЕГЭ удобнее сдавать для наших абитуриентов в УВЗ, если я живу далеко от Москвы. Нет возможности приехать в Москву, и тогда можно подавать документы в пять ВУЗов. А в каждом ВУЗе еще по трем специальностям. Тогда не надо приезжать в эти ВУЗы, вы посылаете документы по почте, и тогда ждете, по какому ВУЗу, сейчас скажу, Анастасия, по какому ВУЗу вы проходите. Но если по минимальному баллу вы не проходите ни по одному из этих ВУЗов, вам не удастся преодолеть этот балл. Когда вы сдаете в университете, здесь может быть немножко легче, больше времени, всегда на полтора часа для абитуриентов с инвалидностью дает больше времени. Где-то можете больше подумать, это всегда стресс, переживания и так далее. Единственное, надо приезжать в Москву, в Москве находиться где-то 10 дней. Можно найти хостел, недорогой вариант, по 500 рублей в сутки и так далее. В принципе, стоит выбраться в Москву, может быть, проблема будет на коляске передвижения, здесь мы можем что-то подсказать, где-то можем пойти транспорт университета, заказать и так далее. Так вот, для студентов с ограниченными возможностями здоровья, то есть для абитуриентов. Для студентов-абитуриентов, поступающих на первое высшее образование, в этом году есть одно важное отличие. Можно поступать по традиционной схеме, если имеете среднее профессиональное образование, в котором есть и законченное высшее, как я уже оговариваю, это среднее общее образование. Если нет среднего профессионального образования, то в обязательном порядке нужно сдавать ЕГЭ. В этом году ЕГЭ можно сдавать через несколько этапов и так далее. Тогда нужно обязательно позаботиться о том, чтобы подготовиться, найти место, где сдавать, зарегистрироваться, заранее все узнать и еще подготовиться к формату ЕГЭ. Безусловно, это серьезное испытание, это очень плохой вариант, я считаю. Раньше могли сдавать по традиционной схеме, которая поступает на первое и высшее, при заочной форме и вечерней форме, или очень по-другому, очень в заочной форме. Тогда могли поступать и по традиционной схеме. Сейчас этого года вели, что только по ЕГЭ, если нет среднего профессионального образования. Если человек давно уже не учился, решил получить образование, первое и высшее образование, он не натаскан по ЕГЭ, ему нелегко справиться с этой задачей. Ведь в школе несколько лет тренируют, натаскивают всеми правдами и неправдами и так далее. Для школы специально важны высокие показатели по ЕГЭ. О качестве работы школы судят по количеству, по высоко ставших там ЕГЭ и так далее. Это штоп. И поэтому, если вы давно не учились, вам, естественно, не так просто сдать ЕГЭ, нужны большие тренировки. Если вы попытались сдавать, не сдали или сдали, но у вас нет уже правой возможности сдавать тот же самый экзамен по традиционной схеме. Вы уже одну возможность использовали, считается. Вот так. Поэтому, кто на первое и высшее, имени среднего профессионального образования, надо очень серьезно сейчас готовиться к ЕГЭ. Честно говоря, это закрывается путь к образованию. Я знаю, Мария, что сокращенные программы по среднепрофессиональным образованиям, если это профильное среднее образование. То есть, бывает, если социальная педагогика, у вас колледж, то вы на высшее образование по социальной педагогике, как правило, можете поступать на третий курс по сокращенной программе. Мы в университете занимаемся в дистанционном формате только психологией. Но по психологии среднего профессионального не такого образования. Нет. Следовательно, здесь этот вариант не проходит. Медицинка – это не профильное для психологии, поэтому, к сожалению, сократить программу невозможно. Дальше. Кто поступает на второе и высшее образование? На второе и высшее, пока введено, будем надеяться, что никаких существенных изменений не будет, это собеседование. И во время собеседования мы применяем психологические тесты. Вопросы при собеседовании слишком простые, несложные. Так как при первом высшем образовании считается, что вы изучали психологию в той или иной степени, то мы тогда спрашиваем, что понимается под психологией, какие основные направления психологии, какие ученые вы знаете, что вы читали, какие современные источники вы читали. Были ли трудности при изучении психологии, при получении первого высшего образования, никаких самусловатых вопросов нет. Если студент живет в Дали, то в соответствии с новыми положениями можно даже в дистанционном формате через скайп провести собеседование. Вот по поводу этого. В связи с этим мы на факультете проводим поступительным испытаниям подготовительные курсы. В настоящее время по средам с 8 до полдесятого проходят в интернет-формате в ответной оболочке занятия по биологии. А пока идут каждый среду. По субботам с 4 до полшестого по математике идут. К сожалению, посвящаемость не столь высокая. Я посмотрел последние данные по математике. Где-то там 4 только были абитурента. Нам, естественно, обидно, больно, что мы действительно тратим силы, но не столько эффективно, к сожалению. Потому что, ну, 4 абитуриента, если мы хотим готовиться к серьезному поступлению образованию, то, безусловно, надо к этому очень серьезно относиться. Вот. И нередко мы огорчены поведением наших абитуриентов, их пассивностью. Вот в данном случае при посещении занятий мы фиксируем, что очень низкий уровень посещения. Да, мы делаем видеозапись, мы размещаем и так далее. Кто-то, может быть, ориентируется на просмотр видеозаписи. Но значительно лучше, если посещать реальные занятия, задавать вопросы преподавателю, выполнять те указания, которые они дают, ну и тому подобное, и так далее. Вот. И мы искренне призываем, говорим по максимуму, посещайте занятия. Мы еще не начинали по русскому языку. И вам честно скажу, что у нас особенно большого желания открыть программу тоже подготовительной по русскому языку нет. Потому что мы оплачиваем преподавателям, мы тут тратим деньги, мы должны оплачивать преподавателям. Мы выискиваем, вариантов у нас нет, в университете определенные программы, по которым мы могли бы платить. Мы выискиваем другими путями, мы вынуждены платить преподавателям. И то бесплатно особенно не работать не будет. Вот. И когда я вижу при видеозаписи 3-4 абитуриента, мне становится обидно. Вот. Я начинаю считаться, сколько стоит один вот участвующий. И сейчас по русскому языку мы, честно говорю, я особенно не тороплюсь, хотя уже есть преподаватель, учитель. Думаю, мы опять будем тратить деньги ради 2-3 абитуриентов. Зачем это надо? Если абитуриенты не ценят это, то зачем нам тратить деньги ради 2-3? Если это было бесплатно, нам преподаватели проводили, естественно, это мы могли позволить себе. Поэтому по русскому языку мы сейчас и пока не приступаем и будем наблюдать за дальнейшим поведением наших абитуриентов. И если не изменится ситуация, то подумаем серьезно, а нужно ли это делать? Вот так. Можете обижаться, не обижаться, но, к сожалению, вот так. Да, все уроки записываются, они выкладываются на странице факультета. Вот. Мы обязательно формируем видеоархив. Вот. Мы на это деньги тратим. И когда я вижу маленькое количество студентов, то, естественно, становится адресом. Поэтому я призываю воспользоваться этой возможностью. В противном случае, или мы сократим количество занятий, мы вообще закроем подготовительные, подготовительные такие курсы по вступительным испытаниям. Нет столько средств, чтобы ради всех абитуриентов тратить немалые деньги на это сейчас занятие. Вот. Дальше. Кроме вступительных испытаний, их подготовки, мы еще приглашаем наших студентов, абитуриентов, я уже считаю студентами, на различные мероприятия факультета. Нам очень важно, чтобы наши будущие студенты заранее подготовились, поняли наши технологии, наши подходы, нашу жизнь, как учатся наши студенты. Вот. И мы всегда рады, когда мы видим наших абитуриентов на различных мероприятиях. Но здесь тоже не очень радостная ситуация, мы очень мало абитуриентов, к сожалению, видим на разных мероприятиях, интернет-конференциях. Ну, вот, в частности, некоторые из них я хочу рассказать, да, о некоторых из них. На воскресенье мы проводим разные такие онлайн-семинары, конференции, мастер-классы. В частности, вот, в прошлое воскресенье у нас было по онлайн-консультированию, консультированию, да, супервизия, онлайн-консультирование проводил наш друг Гроздов Дмитрий Сергеевич. Вот это опытный психолог, специалист, который каждый день занимается онлайн-консультированием и делится собственным опытом. Некоторые абитуриенты считают, что они могут стать специалистом, начиная с первого сентября. Это профанация в кубе. Надо сказать честно и откровенно. Чтобы стать психологом, надо очень много работать над собой. И с получением корочки не происходит просто так. Корочка ничего еще по большому счету не значит. Если человек считает, что вот он начнет свое образование с первого сентября, это крайне неправильный подход. Если мы хотим быть психологом, то мы должны начинать как можно раньше работать собственным опытом. В связи с этим мы начинаем по понедельникам занятия нашего профессора Пряжникова Елены Юрьевны по личностно-профессиональному определению. Она ведет для наших студентов курс ведения в профессию, имеется в виду в профессию психолога. Это такой вводный пропедитический курс в первом семестре, когда поступают студенты учиться. Мы сейчас каждый понедельник наметили синие до полдевятого вот эти встречи тоже в этой системе. Сегодня мы вам разослали. Посмотрите, запишите в свой книг, в свой еженедельник, чтобы не забывали и принимайте участие. Елена Юрьевна является одним из ведущих специалистов России по профориентации. Она автор многих методик, она специалист высокого уровня, автор учебников, пособий. Одно удовольствие с ней общаться. Вы можете очень много узнать о профессии психолога, чем заниматься, какие трудности и какие перспективы и тому подобное. Вот этот цикл уже у нас начинается с полупонедельника. В новостях мы только что сегодня рассмотрели, мы вам послали. Из того, что мы посылаем, вы выписываете отдельное мероприятие, свой календарь. Следите, участвуйте и тому подобное. Точно хуже этого не будет. Вот будет хуже, если вы планируете поступать и будете интересоваться и так далее. Потому что психологами не рождаются, потому что они становятся. Кроме того, наверное, какие-то прирожденные, эмпатийные способности должны быть. Но это очень большая работа над собой. И эту работу надо начинать с первого сентября, если поступит в университет. А эту работу надо начинать как можно раньше. Чудес в мире не бывает. Правильно? Это нужна большая работа. Поэтому мы искренне приглашаем на все наши мероприятия. И которые только для битуриентов. Как сейчас будет мероприятие по понедельникам Елены Юрьевны Пряшникова. По воскресеньям мы проводим разные такие серьезные, интересные, вот в прошлый раз я говорю, онлайн-консультивные в интернет-формате. Да, может быть, чего-то вы еще не понимаете, еще что-то надо бояться, слушать, смотреть, ничего страшного. Главное, вы актуализируете себя, вы что-то услышите, что-то поймете, вот, что-то поймете, и это естественно, вот, и так далее. Я буду по ходу реагировать вопросы, повышать свою стоимость обучения, насколько мне кажется, что в этом году из-за кризиса повышения никакого не будет. В последнее время 75 тысяч на год. Стоимость обучения, эта сумма фиксируется на весь срок вашего обучения, она не меняется в течение всего вашего образования. Она меняется только в том случае, если вы отчисляетесь и заново зачисляетесь. Тогда да, если уходите в академический отпуск, то что разрешается, при этой с очень вложительной причиной, то в таком случае цена не меняется. Она фиксируется на весь срок вашего обучения. Так, Олег пишет, закончил колледж по специальности ЭВМ, то мне все равно, чтобы поступить на ДО, надо сдавать. Да. Смотрите, вы, если нет, у вас колледж среднепрофессиональное образование. Не важно, оно не профильное нам и так далее, но среднепрофессиональное. Здесь не требуется профильное. Вот, тогда вы можете сдавать по традиционной схеме. Всегда такие нюансы выяснить нужно раньше, чтобы спокойно все спланировать и так далее. Можно позвонить, написать, еще раз уточнить. Ну и тому подобное. Будьте спокойно спать. Если это среднепрофессиональное, и там обозначать, что вы имеете общее образование, да, тогда вы поступаете на основе вступительных запитаний по традиционной схеме. Окей. Я буду следить за чатом, как в чат комментировать, чтобы вы потеряли свои вопросы. Вот. Задавали новые вопросы и по ходу вести какие основные линии, что я хочу сегодня сказать. Ну, то есть, по воскресеньям у нас вот эти встречи. И не надо бояться и понимать. И ничего страшного. Нужно как можно больше в таких мероприятиях участвовать. Как можно больше расширять свой круг, свое видение и понимать. И видят психологов. Не надо думать, что с первого сентября вот я буду становиться психологом. Вот. Это крайне неправильная позиция. Первое выше у вас может быть любого профиля. Здесь никаких ограничений нет. То есть второе выше на основе первого выше. А первое выше здесь может быть абсолютно не профиль. Как вы знаете, это же магистрские программы. Можно поступать без профильного образования, да. У вас пойдет сокращение за счет первого и второго блока. Логика, социология, философия, педагогика. То, что вы прочли, в определенном формате будет перезачтено. Если форма отчетности и количество часов будет не меньше, и будет или совпадать форма отчетности, то в таком случае вам будет перезачтено. Там процедура перезачета немножко сложноватая. Если нужно какой-то тест выполнить, столько протокола составлять, столько бумаг, это что-то. Вот последний год эта вся процедура достаточно сложна. Да, Елена Юрьевна будет в этой системе. Мы все основные мероприятия для битуриентов проводим в этой системе. И все открытые мероприятия, чтобы не требовать специальных логинов и паролей. У нас есть новый сайт fdo.mgppu.ru. Там есть электронный деканат, интернет-конференция. Но чтобы там работать, там обязательно надо иметь уже именной логин и пароль, как наши студенты имеют для того, чтобы входить в электронный деканат. Так как мы на наши все мероприятия открытые мероприятия приглашаем всех желающих, вот мы делаем такую большую рассылку, то мы не хотим связываться с выдачей логинов и паролей. Это где-то не забывается, теряется, ну и так далее. Потом вечно вытекает проблему. Вот в эту систему вы вошли, указывая свою фамилию, указывая свой электронный адрес. Не более того, вы спокойно можете участвовать в этой нашей системе. Да, в понедельник в 19.00 посмотрите рассылку. Сегодня мы вывесили объявление на сайте и вам разослали еще объявление. Мы еще раз повторим это объявление. Чаще следите за электронной почтой, потому что все основное общение идет через электронную почту. Мы рассылаем наше мероприятие в виде таблицы. Мы рассылаем мероприятие, описание мероприятий перед самим мероприятием, уже отдельным письмом, чтобы еще раз напомнить и так далее. Сперва смотрите в сводной таблице. Так вот, я еще раз обращаюсь к тому, что надо как можно больше активно участвовать. А тут хуже точно не будет. С одной стороны, вы увидите дистанционный формат обучения. Если где-то вы будете обсуждать, вы спокойно можете уже рассуждать, потому что вы знаете, вы участвовали, видели даже 5 минут участия в таком формате, как сегодня. Вам очень много дает понимание, как может строиться дистанционное обучение, с вебинарами и так далее. Сегодня активно развивается данная технология. Они будут активно развиваться. Качественного обучения в формате дистанционного, к сожалению, сегодня очень мало таких вариантов. Когда вы участвовали, тогда можно проводить учебные вебинары, здесь можно дискуссировать. Ну и так далее. Так вот, слышно, да? Плюс я вижу у Олег. Надеюсь, что все нормально. Спасибо огромное. Так вот, мы проводим много разных других мероприятий. По субботам наши студенты развивают клуб общения и шахматный клуб. Приходите, не стесняйтесь. Мы там не заходим. Я зацветил своим сотрудникам и преподавателям заходить, чтобы студенты спокойно, без присутствия сотрудников деканата, преподавателей могли обсуждать те проблемы, которых интересуют. Вот последние там были обсуждения, я видел, увешиваю аннотацию на сайте, кто такой психолог, как к ним обращаться и тому подобное. Вот. Приглашайте друзей, приглашайте коллег, приглашайте других студентов. К сожалению, не так много еще приходят, пока не привыкли. Честно говоря, как бы не хочется там, знаете, неинтересно, если под палкой, под конфликтом и так далее. Мы должны сами осознавать, что за свое развитие мы сами ответственны. Никто за нас больше не отвечает за наше образование, наше развитие. Мы заказчики на собственное образование. Мы можем дурю промаяться, мы можем дурака провалять, и наше образование пройдет мимо нас. Никто, кроме нас, не решит проблемы собственного образования. Поэтому, честно говоря, нужно цепляться за любую возможность. Надо стараться как можно развиваться и так далее. Потому что мы сильны своим интеллектом, мы сильны своими делами, мы сильны своими способностями. По рынке труда мы собираемся продавать, скорее всего, не физическую силу, свои способности, в частности, интеллектуальные способности. Если мы будем зануданы, неинтересны, мы никому на рынке труда не нужны будем. Если мы будем только права качать, если мы будем постоянно предъявлять претензии, кто пошлет дальше, и правильно ли те первые, которые пошлет дальше, и вообще не будет связываться с такими людьми, мне интересно для работы с людьми, которые развиваются, у кого глаза горят, которые хотят быть интересными в этой жизни, которые хотят что-то сделать интересное, которое оригинальное. И надо понимать, что такими людьми сразу-то не становится. Вот, так не бывает, что вот утром проснулся, я там вот такой интересный оригинальный. Для того, чтобы быть интересным оригинальным, надо много работать, надо много видеть, надо много общаться, надо путешествовать, надо участвовать в разных мероприятиях. Когда вы участвуете в каких-то интернет-мероприятиях, что-то слышите, вы всегда можете сказать, а вот на интернет-конференции мы обсуждали вопрос, а вот там наш преподаватель Мохова по национальному выгоранию сказала то-то, то-то, то-то и так далее. Сейчас секунду, я кричу насотку. Вот, то есть мы интересны именно своим лицом, своими глазами, мы интересны своими делами. И если мы будем сильными, то к нам потянутся другие, к нам потянутся интересные предложения и так далее. Если мы будем отличаться от других, какими своими способностями, то не исключено, что к нам поступит какое-то интересное предложение. Мы должны быть максимум интересными. Вот, и так далее. В жизни это неоднократно, я сам наблюдал, и как бы видно среди наших студентов, которые активно делают, они постоянно учат, они чего-то хотят. То всегда и работодателя обратите. Это наличие возможностей, всегда будем рекомендовать этих людей, будет не стыдно для работы и так далее. Умные люди нужны и есть рабочие места, но не хватает интересных, квалифицированных людей. Очень много зануд, очень много неинтересных людей, очень много людей, которые хотят, только будут делать из-под палки, которые не проявляют никакой инициативы и так далее. Очень много таких людей и среди педагогов высшей школы, и среди нашей окружающей среды. Но таких людей нет большой перспективы. Они будут вынуждены соглашаться с теми условиями, которые им предъявляют правильно. Никто с ними не будет особенно там обсуждать их профессиональную карьеру, их там капризы и так далее. Для того, чтобы разумно капризничать, надо быть очень сильным, очень развитым, очень интересным, чтобы за вашей спиной было 10 работодателей, которые вам предлагают работу, и вы имеете возможность отказываться от этих предложений, потому что вы интересны для других. Но для того, чтобы стать интересными, надо много видеть, как я уже сказал, много где участвовать, общаться с интересными людьми. Один умный мой коллега сказал, вокруг себя надо сплачивать умных людей, надо успешных людей. Успешные люди вам могут предложить интересную работу. Среди успешных людей определенная энергетика и так далее. Так вот, чтобы быть таким человеком, надо действительно много где участвовать, надо проявлять активность, надо лучше интересоваться какими-то вещами. Как вы видите из тех предложений, которые мы вам послаим в виде таблиц и мероприятий, у нас очень много всего происходит, да, вот говорю. По воскресеньям проводят разные интернет-конференции, семинары. Вот в этом воскресенье у нас будет себинар по поводу конспектирования. Наша коллега из Америки, из США, от Атланта, который 15 лет учит американских студентов в колледже, очень любит тему, это самая любимая тема, это конспектирование. Вот. Она решила, она согласилась поделиться с нами опытом именно конспектирования. Ну вот у нас будет в воскресенье такой вебинар. Потом у нас там 29-го, это 22-го, да, 29-го мы будем обсуждать, как планировать, это будет уже второй вебинар с нашим подавателем Кригоровой Татьяной Владимировой, как планировать в собственное время в учебном процессе при дистанционном обучении. Мы уже начали обсуждать эту проблему, для наших студентов это актуально, вот, и от правильности планирования очень многое зависит дальше качество их образования. Мы вот сегодня, к сожалению, это сорвалось мероприятие из-за болезни сотрудника Третьяковской галереи, психологический практикум планировали в Третьяковской галерее, это давняя наша мечта. В Третьяковской галерее у нас несколько из проектов, из проектов это посвящение, то есть экскурсии, да, посвящение залов и так далее. Мы в этом году начинаем трансляции с этих экскурсий. Сейчас возникнет некоторое... Вот сегодня я планирую такой интересный вебинар, семинар с трансляцией. Именно то, что мы хотели встретиться с разными художниками, обсуждение психологии восприятия, как мы воспринимаем картину, как там художник отразил эмоциональное состояние человека, и может быть встреча с этим художником, его обсуждение, вот картины и так далее. И мы вот такие мероприятия часто сейчас пытаемся транслировать. Вот, вы можете смотреть транслировать. То, что мы транслируем, всегда у нас в виде записи. В новостях, кстати, вот когда Марина Владимировна делает описание этих событий, в конце всегда есть ссылка на видеозапись. То есть в отчетах мы всегда, вот Марина отключает, посмотрит видеозапись. Поэтому в ютубе вы можете подсказать, единственное, можно там где-то не найти. А вот в этих всех уже отчетных материалах, что произошло в мероприятии, в конце указываются видеозаписи, и вы можете посмотреть, что было и так далее. Мы потом не делаем дополнительную рассылку, где смотреть видеозапись. Вот, мы не пишем уже. Мы говорим, смотрите на сайте, через несколько дней появится небольшой отчет. Вот там будет ссылка на видеозапись. Вот благодаря Марине Владимировне у нас сейчас в новостях очень много появилось таких отчетов о всех наших мероприятиях, за ними следите. Описание отдельных, через таблицу можете, через ссылки увидите эти описания. Можете просто зайти в FDOMKPV.ru, да, посмотреть новости, посмотреть отчеты о наших проведенных мероприятиях. Нам очень хотелось, чтобы вы максимум спонсовали те возможности, которые есть. Потому что мы тоже для студентов с ОВЗ организуем клуб английского языка по воскресеньям. Сейчас попробую. А, все. То есть иногда пропадает звук. Спасибо, что вы меня предупреждаете, сигнализируете. Спасибо большое. Вот мы наших студентов и наших абитуриентов всегда приглашаем, ну, у кого есть проблемы здоровья, на клуб английского языка. Я сам учу английский язык и тоже активно участвую. По воскресе, по субботу мы сейчас все преподаватели начали организовать. Я понимаю, что если не буду заниматься, дел очень много, много разных проектов, дел по проекту. Сидеть и сконцентрироваться, только заниматься английским языком, невозможно. Но вот есть занятия. Я к занятию пытаюсь подготовить презентацию, пока не мере по максимуму участвовать в дискуссии, в обсуждении, выступах и так далее. Вот. Но мы, к сожалению, у нас не так много среди абитуриентов, которые изъявили желание заниматься английским языком. Все это происходит бесплатно, не требует никакой оплаты. Вот. И вот, Анастасия, у нас... Ну, вы можете зайти, когда мало студентов, да? Ну, это, прежде всего, первая группа – это студенты-абитуриенты с инвалидностью, если они студенты. Однако, если бывает мало студентов, то заходите, участвуйте, никто выгонять не будет, да? Там, мы хотим, чтобы для студентов-абитуриентов с УВЗ больше возможностей было общаться, но, к сожалению, они не так активно используют такую хорошую возможность. Вот. Я участвую в организации, мой бывший аспирант Актер из Бангладеша, сейчас в Малайзии изучает финансы ислама. Очень интересную магистрскую программу изучает. Он ведет эти занятия. Мне хочется, чтобы больше людей воспользоваться. Пока, к сожалению, не ставили большая активность. Вот. Ну, по-английскому, смотрите, в той таблице, которая у вас есть, да, вот у нас четко сейчас установило, что для студентов в воскресенье с двух до... В воскресенье... Нет, для студентов, да, в воскресенье с двух... Нет, с четырех до шести. Вот. Каждое воскресенье с четырех до шести. Для преподавателей, там, сотрудников с двух до четырех. По субботам. Ну, вы можете прийти по субботам, вот, пока мы там втроем спикили, вот, эту субботу, да, естественно, будем рады, если кто-то подключится, вот, и будет вместе, если еще более продвинутый, нас будет развивать, ну, и тому подобное. То есть в этой таблице, где мы вам снимаем план мероприятий, там есть и клуб английского языка, и клуб общения, и так далее, внимательно следите за этими таблицами. Мы на сайте уже сегодня разместили эту сложную такую таблицу, она постоянно обновляется. Туда добавляются различные материалы, новые материалы. Вот. Через два-три дня мы обновленный вариант разошлем этой таблицы и тому подобное. Мы в этом году активно начали заниматься трансляцией консультационных сеансов. У нас был очень интересный опыт проведения консультации по профориентации из одного центра, вот, мы обновим это, дальше продолжим и так далее. В последнее время провели очень полезные консультации по психологическому консультированию. Вот. Для будущих психологов, да, если вот, просто, чем занимается психолог, а в чем суть работы, да, вот, надо бежать на такие занятия, смотреть, трансляции, ну, что, что, чего-то не поймете. Ну, и что, потом поймете. Главное было бы, что, к чему стремиться. Когда вы увидите консультационный сеанс, если вы поступили, может, и на четвертом курсе будете изучать психологическое консультирование. Ну, нельзя стать специалистом, вот, читая книжки или то, что прослушаем курс психологическое консультирование. Это ничего, по большому счету, не повлияет на ваше профессиональное становление. Ну, академический курс, ну, там что-то узнали из теории. Главное, практика. Теория тоже нужна, но очень важна практика. Вот, мы показываем реальную практику, как проходит консультационный сеанс. Мы, правда, не всегда можем потом выкладывать в интернете записи. Вот у нас было, мне кажется, там 3 марта трансляция консультации Белянина Константина. Он незрячий психолог, очень хорошо слушает, может, как раз незрячий психолог, это очень хороший консультант. Вот, и я из реакции наших студентов понял, что все восторги осталось. Там даже 55 или 60 человек смотрели трансляцию. Но, к сожалению, первая клиентка Белянина сказала, что нежелательно размещать в интернете виде заставки. Вот и все. То есть мы не можем размещать, так мы не рассылаем это. То, что мы можем, по максимуму всегда записываем, выкладываем, чтобы у вас была возможность потом смотреть и так далее. Но в консультационном плане возникает трудность. Не все согласны. Мы даже вообще очень долго искали, пока нашли консультантов, консультантов, которые не боятся в онлайн-режиме демонстрировать свои консультационные навыки и так далее. Очень тяжело. Мы, наверное, где-то два года потратили, мы уговаривали, просили. Но вот сейчас очень будет интересно тоже реальный консультационный сеанс. 23-го, так, понедельник. Следующий с двух до четырех, трансового Дмитрия Сергеевича. Консультация будет проходить на базе нашего университета. Где-то четыре-пять человека могут присутствовать в аудитории. Все остальные могут только наблюдать. Да, мы будем транслировать. Но не факт, что результаты записи, трансляции мы сможем разместить в Ютубе. После окончания принимает решение уже ведущий. Он смотрит, если в должности обсуждаемые проблемы, чтобы этики и нормы соблюсти и так далее. Поэтому не факт, что потом будет возможность это в открытом доступе посмотреть. Да, мы можем потом в открытом доступе как-то организовать интернет-адоступ. Но это нужно опять организовать в закрытый доступ. Поэтому старайтесь по максимуму подвещать. А чей-то вас точно хуже не будет. Да, вы можете подвещать, как я уже говорил, в любой момент. Вы мало что, вы не можете все. Вы, допустим, сегодня, вы назначили 8, да? Ну, вы пришли там 20-20, да? Ну, подключайтесь 20-20, да? Там 20-40, да? Пока идет, ну, посмотрите и так далее. То есть не надо стесняться. У нас и для вас доступны многие учебные занятия, особенно в феврале и в марте, пока идут лекционные занятия, да? Они транслируются. Вот, я выяснял, завтра у нас 3 транслировки. Когда вебинары, то посложнее. Вебинары преподаватели иногда возмущаются. А кто там гуляет, а кто там пришел. Они учет ведут, они контролируют посещаемость и так далее. Поэтому на вебинары не всегда. Но как бы все преподаватели с восторгом. Во время трансляции никто не отслеживает. Вы можете смотреть любые трансляции. Вот завтра будут 3 трансляции. 3 трансляции. Вот. И поэтому посмотрите по участию. Посмотрите расписать. Что-то интересное. Вот. Примите участие. Найдите время, возможность и так далее. Если мы хотим в будущем учиться, то нам нужно уже сейчас, шаг за шагом, привыкать к этому, да. Посмотреть, как планировать собственное время. Мы об этом будем много говорить в будущем. Вот. Но надо шаг за шагом. Просто так ничего не бывает. Поэтому сейчас привыкайте, смотрите. Находите время. Ведь когда будете студентами, там уже надо будет находить время. Но если мы сейчас не хотим найти время, то сможем ли мы найти время тогда, когда мы станем студентами. Нельзя стать психологом, вот, знаете, с первого сентября. Вот. Кто так думает, он действительно, у него нет психологическое мышление, нет профессионального мышления, вряд ли с него что-то вообще получится. Вот. Поэтому мы на 5-м рекомендуем приходить на наши задни. Посмотри, поучаствовать. И нам приятнее, что наши абитуриенты участвуют. К сожалению, я должен, как река, констатировать, я сам веду подготовительную программу, что наши абитуриенты очень плохо используют ту возможность, которая им предоставлена. Поэтому используя с возможностью, сегодня к этому призываю. Ну, вот Иван, студент 4-го курса нашего факультета, Иван передвигается только на коляске. Вот. Ну, один из самых активных наших студентов. Вам очень много может рассказать, разные стороны обучения на нашем факультете. Он активно общается со всеми студентами, руководитель клуба ТАСУК, наш ТАСУК и так далее. Поэтому вы очень много вообще общаетесь с нашими студентами, приходя на интернет-конференции. Вот там много наших студентов. Можете отвечать в чате вопросы. Они вам очень быстро будут отвечать. Вы можете там входить в контакт, спросить, какие адреса они вам будут предлагать. Пока я говорю, вы задавали вопросы, Иван вам сразу делал ссылки. Туда, туда, туда. Но вы можете выделить чат, скопировать и себе сохранить. Ну, и вот эти ссылки у вас сохранятся. То есть, если вы выделите текст чата, можете скопировать в конце, можете сейчас скопировать, эти ссылки у вас остаются. То есть, если вы будете задавать вопросы во время мероприятия, то вам наши студенты будут активно помогать, а под контакты, предлагать дружбу, ну и так далее. То есть, вы приобретете новых друзей, вы будете уздавать. Отказаться вы от этого всегда можете. Ради Бога, это никто никого не заставляет. Вход в нашу систему открыт. В любое время можно обойти, в любое время, даже не попрощавшись, можно выйти с нашей системы. И так далее. Сейчас, главное, пока есть время и возможность, так можно больше понять, как строится дистанционное обучение. Вы можете очень много узнать из сферы психологии, и многие другие вещи, которые вам будут полезны в любом случае. Вы даже, может, и не поступали на психологию, но эти знания, которые вы приобретете, по планированию времени, по конспектированию, по выгоранию эмоциональному, по конфликтам, пробегистические занятия, они вам в жизни могут помочь, правильно? Но главное, чтобы быть еще интересным в этой жизни, найти себя в этой жизни. Это самая сложная проблема, найти себя в этой жизни. Меня всегда удручают зануды, неинтересные, вымогатели, и так далее. Это просто неинтересно, с такими нишеньми чего делать. Для того, чтобы быть интересным, надо очень много чего посещать, смотреть, участвовать, использовать любые возможности. Ну, сейчас я вам предоставлю слово, Иван. Бронис 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 Бронис, это ты слышишь? Да, слышно. Да, я очень рад сегодня находиться в этой оболочке. Но я хочу начать с дополнений того, что сказал уже Бронис Бронис. У нас очень много проектов, и в частности, был уже упомянут новый проект, но он не новый, он у нас продолжается уже третий год, совместно с Фиденой Юлиной Пляжниковой. Да, мы начинаем со следующего понедельника. Бронис Бронис, мы говорили с Еленой Юрьевной, она готова продолжать, так же, как и два года, со мной вместе. Хорошо, я не возражаю, да, ради бога. Ивана надо только попросить Иванова Дмитрия, чтобы он записывал. Бронис Бронис, у меня все налажено. Я могу и сам записывать, я починил все. Ну, хорошо. Тогда отлично. Главное, чтобы была видеозапись. Ну, да, Диму мы тоже предупредим, но у меня все отлажено. Теперь, по поводу жизни на нашем факультете, позволю себе вернуться в то время, когда сам был еще абитуриентом, и рассказать немного о том страхе, который меня преследовал. Поскольку я прилегаюсь в инвалидном кресле, я просто не знаю, есть ли сегодня здесь бюджетная группа, или здесь все со второго, высшего и вне бюджета. Но немного все равно расскажу. Когда Бронис Бронис Бронисович со мной беседовал первый раз, я не верил в то, что я действительно смогу получить образование. Наверняка, Бронис Бронис, помните, как меня уговаривали. Наверное. Ну, вот наверняка помните, был страх, но когда уже пройдены были вступительные испытания, и свополучная математика, которую вроде бы как тоже преодолели. Вот по экзаменам, хочу сразу сказать, для студентов бюджетной группы, я не знаю, как сейчас, раньше были предусмотрены помощники тьютера, для тех, кто не может там быстро писать, или читать мелкий шрифт, не знаю, как сейчас. Ну, Бронис Бронисович, все долго поправите. В связи с испытаниями всегда есть помощники. Ну, вот это мне в свое время очень помогло. Также, вот Бронис Бронисович, уже вы говорили о том, что мы помогаем. Да, мы все открыты для общения. Вот я оставил в чате сегодня свой адрес. Какие любые вопросы есть, пожалуйста, задавайте. Мы ведем еще проект по развитию речи, который не был сегодня. Еще упомянут, по-моему, Ваня Бронис Бронисович. Мы приглашаем вас на все открытые нами, вот сделанные нами мероприятия. Если мы делаем мероприятия, значит, мы делаем их не только для того, чтобы оставить галочку, а чтобы сделать какой-то такой вот для вас вход в профессию. Вот о Елене Юрьевне, возвращаясь к сказанному, хочу просто дополнить, что ее не только, она, наш профессор, но мы обращаемся к ней просто за советом. Ее иногда интересно просто прийти рядом где-то, посидеть в уголочке, как мышка, посидеть, послушать. Просто то, что она говорит, потому что это очень интересно. Но единственная просьба ко всем абитуриентам, которые сегодня присутствуют, по возможности, если вы хотите учить интерактивный формат, в котором мы работаем, сейчас мы хотим пригласить в наш мир вас. Чтобы сделать это приглашение полноценным, нам нужны ваши голоса. Ваши, как Бронис Броневич, говорите мордочки, которые мы обожаем видеть в нашей оболочке. Вот Елена Юрьевна сегодня подчеркнула, что обязательно нужно ей видеть глаза тех абитуриентов, с которыми она общается. Если у кого-то... Да, желательно пользоваться гарнитурой. Спасибо, Марина Владимировна. И если у кого-то возникают проблемы, можно написать мне на почту и Марине Владимировне, и Ольге Владимировне Качули. Я думаю, мы все выйдем и поможем. Еще есть Семен Юрьевич Игнашев, думаю, тоже не откажется помочь. Так что у нас мир очень большой. А по поводу соцпроектов еще маленькой такой. Да, мы все проекты проводим в этой оболочке, даже Новый год праздновали. Не знаю, на Ютубе есть Бронис Броневич, Новый год наш. Чтобы увидеть просто абитуриента. Друга нет, наверное, микрофон выключили. Консорциум студентов. Там есть в Ютубе, да. Да, вот мы Новый год празднуем. Мы празднуем все праздники, стараемся. Как-то вот живем. И если вы попали в наш мир, то, как я всегда говорю, вы не ошиблись в двери. Вы пришли сюда зачем-то. Я знаю, что здесь присутствуют наверняка разные специальности. Но готов ответить вам на любые вопросы. Да, экзамены мы тоже сдаем по средствам обычной этой оболочке. И зачеты тоже проходят здесь. Если вопросы есть, то, пожалуйста, готов ответить. Ну, я предлагаю Марине еще представить. Марина тоже наша выпускница. Да, Марина, ваши ощущения, ваши рекомендации. Здравствуйте, Бронис, Бронис. Здравствуйте, уважаемые абитуриенты. Я, честно говоря, даже немного завидуюсь сегодняшним абитуриентам, потому что их ждет только всего интересного. Когда я поступала в университет, многих вещей не было. Было возможностей немного меньше, чем сейчас. Но было очень интересно. Было сложно. Но с этим можно справиться. Вы не волнуйтесь. Мы для этого здесь. Мы вам поможем. А в целом, хотелось бы пожелать всем удачи на будущих вступительных экзаменах, если кто-то планирует уже поступать. И ждем вас на нашем факультете. Спасибо. Вот наши абитуриенты, наши выпускники могут вам, а если будете чаще приходить на наши интернет-конференции, в чате задавать вопросы, вы без ответа не останетесь. Вы увидите, как быстро вам будут предлагать дружбу, помощь, ну и так далее. У нас есть несколько принципов, которые мы культивируем на факультете. Первый – это помогая другим, помогаешь себе. Вот. То есть это очень важно. Надо научиться помогать другим. Второе – это равный помогать равному. Инвалид – инвалид, студент – студент, родитель – родителю. У нас много по воскресеньям идет мероприятий, где наши студенты, выпускники, которые что-то хорошо знают, умеют, учат наших других студентов, делятся собственным опытом и так далее. Поэтому вот 22-го у нас там будет по арт-терапии, очень интересное мероприятие. Посмотрите, там бывают аншлаги 55-60 человек. Вот. Ну и так далее. У нас много разных мероприятий, на которые стоит принимать участие по мере возможностей. Что касается вопроса, если аппетитация на ТО, значит, дистанционное обучение как форма не признана пока. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Вот так. Ну, сегодня мы хотели вас как бы пригласить как можно более активному участию. В следующий раз мы вам расскажем о сроках сдачи документов, хотя уже с тех материалов, которые мы вам рассылаем, рассылаем, сейчас еще раз Олег и отвечу, которые мы вам рассылаем, да, там есть примерный график сдачи документов, да, вот. Про это немножко позже сегодня уже не будем касаться этой темы и наших технологий, наших подходов будем надаваться, что в следующий раз больше битурентов придет, да, и будет более весело. Мы сможем тогда рассказать. Что касается еще раз аккредитации. Вот смотрите. Дистанционное обучение в России не признано как форма обучения. В России есть три базовые формы. Очная, вечерняя как промежуточная и заочная форма обучения. Обучение, разная форма обучения может осуществляться с помощью электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе и очное обучение. Направление подготовки на нашем факультете дистанционного это психология, да, психология, подготовка по данному направлению у нас аккредитована. Вот, мы обучаем с помощью дистанционных технологий. У нас сейчас вечерняя форма обучения по данному направлению. Поэтому, как бы, как направление оно аккредитовано, как дистанционное обучение, оно нет необходимости этого делать. Потому что это технология. Поэтому не переживайте, все в порядке, у нас у нас государственные, вот, и у нас, как бы, это... Вот так. Поэтому я... Сегодня мы тогда будем завершать. Если нет больше вопросов, у нас будет видеозапись. Мы, когда будем делать следующую рассылку, мы будем говорить, где можно посмотреть эти видеозаписи в YouTube, на нашей страничке. Посмотрите в рассылочных материалах, которые мы... Вот там есть... Обратите внимание на курс по общей психологии Петухова. Вот. 55 дисков. Там есть ссылка. Мы систематизировались для того, чтобы вы могли прослушивать. Начинайте прослушивать сейчас. Это захватывает... Это захватывает дух. Как он красиво читает. К сожалению, его сейчас нет уже среди нас. Да, он нас учил. Я когда еще на психбакингу учился у него, учился. Он читал нам лекции. Вот. Это великолепный курс. Там есть еще из психологического лектория видеозаписи, которые университет проводил несколько лет подряд. Несколько лет тому назад. Это вот Петухова по общей психологии можно заслушаться. И стоит вот слушать. Это базовый курс. Когда будете студентами, если вы решите поступать к нам, вы можете этот курс еще раз посмотреть, еще раз прослушать этот курс. И так далее. Это никогда много не будет. Это бесконечный процесс. Проверять собственное понимание. Итак. Алло. Да. Сейчас посмотрю. У меня в скайпе здесь... Окей. Вот. Поэтому вот слушайте Петухова. Вот беспроигрышный вариант. Есть время. Надо втянуться в учебный процесс. На следующий раз мы будем об этом говорить, как готовиться, какие сроки и так далее, какие технологии, как строится обучение. Сейчас вы можете наблюдать со всем этим процессом. Правильно? Вам легче будет дальше ориентироваться. Но, к сожалению, нас сегодня, видите, не так много еще. Хотелось, чтобы было побольше абитуриентов. Нашей базы сегодня много зарегистрировано. Но, к сожалению, вот видите, пока активность не столь высокая. Ну, вот это немножко нас огорчает. Если мы хотим стать психологом, то нам нужно двигаться уже давно бы в этом пути и работать в собственном опыте. Я хочу поблагодарить Ивана Нашоте, Ивана Туршкина. Поблагодарить, что нашли время и возможности и так далее. И на открытой двери было еще меньше людей. Ну, да, если, да, к сожалению, не так много и приходит. Ну, у нас в базе абитуриентов немало студентов, а абитуриентов мы делаем рассылку. Но, к сожалению, вот видите, пока так. Ну, что поделать? Жизнь есть жизнь. Заставлять мы не хотим, не можем, не надо, наверное. Кто-то должен следить к тому. Но будем надеяться, что, ну, когда это, может быть, вам может повлиять. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...